Девушки отдыхают Здравствуйте! В прямом эфире Азов.Инфо. В студии Александр Истомин. Сегодня в программе. Три лошади Людмилы Шиховцовой сегодня были вывезены в казачью конюшню села Павловка. В западном районе проведены исследования причин загрязнения воздуха. Мэр Азова вручил золотые медали выпускникам. Три лошади Людмилы Шиховцовой сегодня были вывезены в село Павловка Азовского района на территорию казачьего конного взвода. Это первый этап исполнения решения суда. Освободить земельный участок, на котором находится конюшня. Конюшня среди жилых домов со стороны кажется таким же фантастическим, как и процесс выселения диких и очень красивых животных. Судебные приставы сегодня начали исполнение решения суда освободить территорию, на которой расположена конюшня. Поскольку не хозяйка лошадей, не представители власти, пока не знают, куда переселить животных, решить вопрос временно согласился атаман Азовского района Сергей Комаров. Он сообщил, что готов предоставить территорию своего конного взвода в селе Павловка. Для транспортировки лошадей была доставлена коневозка. Однако хозяйка Людмила Шиховцова уверена, эти действия незаконны. Нет акта об изъятии лошадей. На каком основании у меня экспроприируют лошадей? Значит, человек не хочет ни за что есть ответственность. Он не собирается ничего подписывать. Каким образом лошади идут к нему? Объясните мне. Смотрите, земельный участок. Вы когда даже не были? А мне его борчом нужно освободить. А на каком основании у меня берут лошадей? И человек, за что не отвечает? Пожалуйста. Наталья, выгоняй коневоз и пускай выводят лошадей. И девать куда угодно. Сейчас. Я сейчас прям ничего не буду. Вот именно сейчас. Мы назначили исполнение. Значит, пожалуйста, бяни. Подтягивай тогда хлопцева, пускай это занимается своей работой. Вы вчера мне сказали, что протокол сегодня будет. Вы искали вот эту рекламу. Сложнее всего в этой ситуации было животным. Пока люди решали их дальнейшую судьбу, лошадям при помощи неимоверных усилий и пришлось подняться по трапу в коневозку. Приставы составили акт об изъятии трех лошадей. Оценили каждую до 30 тысяч рублей. В течение двух месяцев Людмила Шаховцова может забрать своих животных из казачьей конюшни, оплатив сумму за постой. Хозяйка подписала несогласие с содержанием акта. Оценили по смешной цене ниже мясной. То есть, если что-то с ними случится, то, значит, мне, как бы, возможно, возместят, а возможно, не возместят. Я не знаю. В этом состоянии я сейчас понятия не имею, о чем говорить и что делать. И Людмила Шаховцова, и большинство жителей города понимают, что конюшни в жилом районе быть не должно. Временное размещение на территории конного взвода казаков Азовского района – возможно, единственный гуманный выход из сложившейся ситуации. Сохранность, сохранность в чем, что они будут, по крайней мере, накормлены, напоены, вот, и будет у них свобода. Будут где пастись, и они будут получать вдоволь пищи. Мы здесь, чтобы помочь лошадям. Другого интереса у нас здесь нет. В понедельник перетеление лошадей продолжится. Главное, чтобы животные действительно хорошо себя чувствовали, и их безопасности ничего не угрожало. Без взаимопонимания представителей власти и хозяйки лошадей, которая на протяжении 25 лет не предавала и никогда не предаст этих животных, конфликт вряд ли сможет разрешиться. Бог даст. Что нам будет. Будем молиться. А другого, что нам остается делать? Анастасий Величко, Игорь Скуднов, Азов.Инфо. Минувши ночью специалисты федеральных надзорных органов, включая экспертов лаборатории Центра исследований по Южному округу, совершили выезд в западный микрорайон Азова, чтобы сделать замеры и установить причины сильного запаха газа. Однако исследования так и не были проведены. Азовчане, проживающие рядом с терминалом, не первый день бьют тревогу по поводу непонятных запахов, наполняющих атмосферу. Сильный запах. А вы что посмотрели? И вчера был. Вчера тоже был очень сильный запах. Представительная комиссия, в состав которой вошли специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по Южному федеральному округу, начала обследование с улиц, находящихся в непосредственной близости к терминалам. На первой остановке участники исследования ощутили запах прогоркла, семечки и выжженного камыша. Она загорелась в тот момент, когда мы ехали. Воняло очень сильно, реально сероводородом. Ну вот тухлыми яйцами, я извиняю за выражение. Ну это запах сероводорода. Да, да, да. Прислили семечки. На воде, на воде. Убедившись, что запах есть, но явно не тот, о котором говорили горожане, комиссия направилась по Черноморскому переулку к терминалам, откуда с марта месяца распространяется едкий химический запах. Жители этого района сообщили, что опасаются открывать окна и запрещают детям выходить на улицу. Представитель терминала «Азовпродукт» подробно рассказал о слаженной работе предприятия на протяжении четырех лет. На вопрос, что было в атмосфере утром 18 июня с 8 до 9 утра, он не дал внятного ответа. Люди ощущают запах, да? Я же не знаю, от нас или нет. Не в этом вопросе. Но вы как бы поясняли, что это было в понедельник. В понедельник вы говорите, что это было... Приблизительно в понедельник. Сотрудники администрации города, прокуратуры, Росприроднадзора пытались выяснить подробности рабочего процесса. Представитель предприятия ссылался на журнал и точные записи, которые были предоставлены только около 12 часов ночи. На момент работы комиссии у территории терминала едкий запах не ощущался, но и погрузка не велась. Представитель предприятия «Азовпродукт» сообщил, что на территории работает новая очистительная установка. А вот эта установка пока еще не введена в эту эксплуатацию? Или есть акт? Она рабочая. Есть акт ввода. Есть акт ввода от 16-го числа. Да? Правильно? От 16-го. А как акт ввода? Ну, мы ее ввели, то есть, как установку, чтобы вы понимали. Из его рассказа трудно было представить, как работает эта установка в ручном режиме и почему не в автоматическом, как положено. Рекуперация, вот эта установка, она установлена еще в прошлом годе. Она введена в эксплуатацию, то есть, уже как именно смонтированное оборудование. К ней подключили линию. И шли пусконаладочные работы. И шли пусконаладочные работы. Та же самая с линией. А теперь у нас надо ее довести до конца. То есть, вот этот именно... То есть, вывести на... Конечные деньги не заплачены наладчикам этим, потому что надо вывести ее на режим автоматики. Мы можем вас пригласить, то есть, ну, у нас сейчас на пути нету дистиллятора газового конденсата. Когда будет? Ну, это мне надо будет посмотреть, то есть, это когда залет нам выставить. То есть, честно, не могу сказать, что надо будет. А когда вы можете посмотреть и узнать и сказать? Завтра утром, наверное. Жители микрорайона интересовал также вопрос, будут ли еще выбросы в атмосферу и как быстро сможет приехать в лабораторию, если снова появится запах, так как хотелось бы узнать, чем же все же дышат назовчане. Мы подготовим то, что нужно. И будем готовы к тому, чтобы выехать именно на те компоненты, которые, в принципе, достаточно того, что нам рассказали, для того, чтобы определиться с тем, что нам нужно делать. На территорию предприятия удалось пройти всем, но видеосъемка была запрещена, потому как работает режим антитеррор. На самой территории особая зона, где необходимо отключать даже телефоны. Сделать замер воздуха также не представлялось возможным, так как приборы нельзя использовать в ночное время. Работает режим секретности. Лаборатория и эксперты из Ростова и Таганрога работали до 8 утра. Лаура Иванова, Валентина Сираж, Азов.Инфо. Как сообщили в Азовской прокуратуре, сегодня в 18.00 специалисты Роспотребнадзора начали проводить исследования на территории терминала «Азовпродукт». Подробности станут известны в понедельник. Мэр Азова вручил медали выпускникам школ. Торжественная церемония прошла в Доме детского творчества. В Доме детского творчества состоялось награждение выпускников, окончивших школу золотой медалью. Торжественную церемонию открыл Мэр Азова Сергей Бездольный. Вы к этому шли на протяжении многих 11 лет. И безусловно, имея талант, имея желание, этого невозможно добиться без каждодневной кропотливой работы, без помощи и поддержки преподавателей, родителей. А самое главное, без желания. Самый мой начальный путь начался с первого класса и продолжался 11 лет. Было очень трудно. Бывали, ставали проблемы, которые мне приходилось жарить, либо с одноклассниками, либо с моими родителями. Но в итоге я прошел этот мой путь. И конец мне очень понравился. Этот день очень для меня много значит. Получение моего дистата в скорейшее время и получение моей золотой медали очень важно для меня. Мэр города вручил благодарственные письма выпускникам, окончивших школу с одной-двумя четверками, а также родителям, чьи дети прославляли Азов победами на региональных и всероссийских Олимпиадах. Поздравляя ребят, Сергей Бездольный подчеркнул, что их талант и целеустремленность нужны родному городу. В каждой награде выпускников есть частичка и труда родителей. Сегодня подарок ребенок принес нам, золотую медаль. Мы очень рады, довольны, счастливы. Благодарны очень первой школе. Большое спасибо всем преподавателям. Самая начальная школа мы там учились, и директору школы. Вообще все прекрасно. Преподаватели просто супер. Торжественное мероприятие продолжилось выступлением творческих коллективов города. Учителя и родители желали ребятам, чтобы и во взрослой жизни у них все сложилось на отлично. И в заключении программы репортаж о судебном споре двух азовских предпринимателей Раисы Шабаловой и Константина Лыги. Имущество городской бани стало главной причиной конфликта бизнесменов. В Азовском суде завершились предварительные слушания по заявлению Сергея Шабалова о признании незаконным постановлением администрации города о продаже муниципального недвижимого имущества Константину Лыге. Речь идет о зданиях, ранее относившихся к муниципальному предприятию «Родничок». Это ресторан и прачечная. Выступает имени группы азовских предпринимателей. Заявитель считает несправедливым подобное решение. Предприниматель обратился, я уже говорила о 159 законе, с тем, чтобы приватизировать эти два помещения. Мы обратились к независимому оценщику. Была сделана независимая оценка. И хотела бы вам сказать о том, что в соответствии с федеральным законом об оценочной деятельности оценщик независимый. Он полностью несет ответственность за те цифры, которые обозначаются вот в акте приватизации. Однако члены предпринимательского сообщества ничего не знали о продаже. Именно этот факт вызвал возмущение. Эти два помещения, которые никакой интерес не представляли, и мне удивительно, что сейчас почему-то кто-то возбудился по этому вопросу. Ну, почему раньше не обратились? Если они хотели там что-то сделать, реконструкцию или что-то там построить, ну, взяли бы это помещение и посмотрели. Вам очень рекомендую пойти туда посмотреть. Оно в ужасном, аварийном состоянии. Если там что-то и представляет интерес, то это только место расположения и земельный участок, на котором расположены эти помещения. Нигде никакого объявления. Мы все это узнали, уже когда в газете... Может быть, с маленьким веком... Нигде, никаким... Ну, я-то отслеживаю, и не только я, а еще целая группа людей, которые отслеживают эти вещи. Не было... Почему мы возмутились? Не было никакого объявления, хоть бы маленькое было, ни в интернете, ни на сайте администрации. И это только в газете «Азовская неделя». Бездольному задали вопрос, когда уже узнали. Мы не могли узнать, все делалось под большим грифом «секретно». Действительно, эти здания 60-х годов постройки, и в них не проводился ремонт. Но к ним подведены все коммуникации. Место очень выгодное для занятия предпринимательством. И многие не прочь приобрести такое имущество. Предпринимателей также удивляет низкая цена, за которую продана муниципальная собственность. На пять лет пошла рассрочка. Ну, кому такие шикарные услуги администрация предоставляет? Он что, ветеран Великой Отечественной войны? Он что, сражался в Афгане у нас? Или он в Чечне сражался? Или он чего-то за что-то как-то боролся? Представлял чьи-то интересы? Совершенно ничего. Если у кого-то есть сомнения в том, что это на самом деле правдивая цифра или нет, ну, нужно обратиться к саморегулируемую организацию оценщиков, которая даст экспертную оценку. Как сообщили представители прокуратуры, сумма оценки этих зданий действительно вызывает сомнения. 2 июня материалы для проверки отправлены в Москву. Следующее судебное заседание по заявлению Сергея Шабалова назначено на 3 июля. Это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Спонсор прогноза – инженерно-технический центр «Фортас». После «Азов.Инфо» смотрите интервью исполнительницы народных песен Надежды Бабкиной корреспондентам 5-го телеканала «Пульс». Завершит час эфира программа «Бум» детской студии «Кул-ТВ-Шоу». Хороших вам выходных. До свидания. А теперь прогноз погоды. Студии профессор Александр Беляев. Вы знаете, неважно какая погода за окном. С кондиционером ГРИ вы совершенно забудете о капризах погоды. Кондиционеры ГРИ. Совершенные кондиционеры. 21 июня облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 26, плюс 28 градусов. Температура ночью плюс 18, плюс 20. Ветер западный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 84%. Уровень воды в реке Дон на 44 сантиметра выше нулевой отметки. Температура воды в реке плюс 21 градус. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Гомофон в норме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»